Приветствую, друзья! Я Петр Кузнецов, учредитель портала «Сильные новости». Мы с вами на проекте «Сильный разговор». Расширяющаяся в масштабах мира эпидемия коронавируса стала настоящей притчей во языцах сегодня и среди белорусов. Каждый день мы обсуждаем это на работе, дома, во дворах, карантина у нас нет. Мы ищем информацию, обмениваемся информацией, осмысливаем информацию. Но на сегодняшний день нет ничего такого, что могло бы нас успокоить или наоборот сподвигнуть, предпринимать какие-то дополнительные меры. Мы как будто потерялись. Цель нашего сегодняшнего разговора – попробовать разобраться спокойно, без паники, без домыслов, что же такое вирусы, что сейчас происходит, что нам может грозить. Сегодня у нас в гостях врач с 20-летним стажем, специалист медицинского центра «Семья и здоровье» Швадронова Алла Николаевна. Приветствую, Алла Николаевна! Здравствуйте! Вы, извините, руку не протягиваю, потому что ситуация вы сами знаете какая. Конечно же, соблюдаем дистанцию. Соблюдаем дистанцию, моем руки, но разговариваем. Конечно. Давайте начнем с общего и простого. Мы все с детства всегда слышим слово «вирус», 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 «вирус». Мы их представляем себе на картинках, как какие-то маленькие, значит, какие-то штучки, которые попадают в нас. Потом, наверное, как-то там развиваются и в конечном итоге вытесняют наше здоровье. Вот что такое вирус, как они появляются, откуда появляются новые вирусы, вот как может появиться такой новый вирус, как этот COVID-19, и в конечном итоге, почему они опасны? Здравствуйте, дорогие коллеги, зрители, слушатели. Конечно, вирусы – это самый большой биологический вид на Земле. Существуют они давным-давно, то есть это не клеточный инфекционный агент, это что-то рядом с живым организмом. Появились они очень давно, то есть, соответственно, когда появились вообще живые организмы на Земле. Конечно, изучаться вирусы начали только в 1890-2022 году. Ну, то есть первым исследователем, человеком, который обнаружил вирус, это был вирус растения табака, был Дмитрий Ивановский, русский биолог. С этого момента, с этого года и началось изучение вирусов. Было изучено более 6 тысяч видов, хотя на самом деле известно, что и более 100 миллионов. Конечно, их изучить крайне сложно. То есть они есть во всех экосистемах на Земле. Вирусы, они мельчайшие частицы, у них размер очень маленький, действительно, они меньше 120 нано-микрон. Их можно увидеть только со специальным разрешением, специальных микроскопов. И, конечно, они, поскольку это не клеточный организм, они могут жить только внутри живых клеток. В чем их опасность? Они могут поражать, есть вирусы растений, вирусы животных, вирусы человека. Есть вирусы животных, которые могут передаваться человеку. Есть вирусы, которые могут поражать только человека. Ну, вирусы, они обладают тропностью к определенным тканям. Конечно, они могут передаваться разным путем, так называемым вертикальным путем, то есть от матери к ребенку. Вот мы знаем о вирусе ВИЧ, иммунодефицита человека, они могут передаваться через кровь. Они, конечно, могут передаваться и большей частью горизонтальным путем, вот то, что мы видим сейчас от человека к человеку. Вирус, несмотря на свои размеры, он устроен очень непросто, то есть у него есть так называемый геном, ядро, есть РНК, ДНК вирусы, у него есть оболочка белковая, капсидом называют, и липидная оболочка у некоторых вирусов. Благодаря такому строению они умудряются внедриться в живые клетки и прикрепляться, имея определенные так называемые замки или к рецепторам клеток, то есть ВИЧ вот к рецепторам лимфоцитов может прикрепляться, ротовирусы к энтероцитам, то есть к клеткам кишечника может прикрепляться и дальше уже творить свои темные дела. То есть прикрепляясь, он разрушает оболочку, внедряется в цитоплазму, дальше он обладает способностью питаться, вот содержимое самой клетки, у него нет своего обмена и реплицируется, то есть он создает в себе подобных, высвобождается из этих клеток и дальше продолжает повреждать другие клетки. И особенность, что они могут очень сильно мутировать, приспосабливаться к новым условиям жизни, то есть мутировать, обмениваться геномом своим, новые штаммы появляются. Есть вирусы, которые даже не могут существовать без коллег своих, то есть их сателлитами даже называют. Ну, наверное, немножко я очень так уже, немножечко, может быть, и научно. Но это очень интересно. Очень интересно, да. Что вы говорите. То есть, конечно, на самом деле, то есть вирусы, их очень-очень-очень-очень много. Сейчас у нас появился новый вирус, действительно, он новый абсолютно, то есть он неизвестен нам абсолютно. То есть мы столкнулись впервые с действительно вызовом для человечества. Давно не было таких испытаний, потому что очень многое мы слышали о пандемиях, о эпидемиях. Они потрясали еще и средневековье, но вот в 19 веке, мы помним известную испанку, которая унесла 50 миллионов жизней. Вот, но здесь новый вирус, он реально, то есть мы незнакомы. И для того, чтобы вот разобраться в этой ситуации, что с этим делать, что это за вирус, нужно выявить, что за вирус. То есть, конечно, разобраться в путях передачи и как остановить этот процесс. Поскольку он новый, иммунитета нет. Ведь если у людей сформировался приобретенный иммунитет, то есть вот есть такое понятие, вот плотность популяции, люди с хорошим иммунитетом. То есть, если у них есть иммунитет, они могут ответить. К этому вирусу иммунитета, к сожалению, пока нет. Вот новый вирус, это результат мутации или могут принципиально новые вирусы? Я думаю, что у нас циркулирует уже в популяции, как известно, 4 вида вирусов. 2 альфа, 2 бета коронавирусов, но это вирус немножко мутирован. 90% взял от своих предшественников и 10% новой генетической информации. То есть, за счет этих 10% возникли такие сложности. 10% они работают так, что с ним ничего сразу стало непонятно. С ним стало непонятно, потому что новый вирус, вакцины нет, потому что только вакцины и препараты спасали нас, иммунитета нет. И тут уже вопрос. Ведь вирус может творить темные дела не во всех организмах. И насколько он вызовет заболевание, то есть зависит от вирулентности, то есть насколько он может вызывать заболевание. Ну, конечно, состояние иммунной системы, того организма, который он готов повредить или, может быть, нанести урон. Поэтому мы видим, что в группе риска сейчас, то есть особенно пожилые люди, люди с иммунодефицитами, то есть со сложным иммунным статусом, сопутствующей серьезной патологией, конечно. Вирулентность – это ядовитость. Вирулентность – ядовитость. Да, вирус, вот, может быть, я сразу не сказала, что вирус в переводе с латыни – это яд. Хотя звучит, конечно, оно довольно устрашающе, но тем не менее, так же, как и лекарство от яда, отличаются дозой, так же и последствия от внедрения даже вируса зависит от того, сколько, может быть, вирусных частиц дальше реплицируется в организм, как ответит организм на данную ситуацию. Смотрите, вот много сейчас в интернете, естественно, паники, там, панических всяких настроений, но много есть людей, которые пишут, говорят такую мысль, что почему человечество так взволновалось, вот, каждый день там от туберкулеза умирает, там, столько-то тысяч от онкологии, столько-то тысяч, и много-много тысяч от всего, а человечество волнуется из-за вируса, который, в общем, не опаснее гриппа. Вот действительно ли корректно сравнивать обычные такие болезни, которые человечество уже знает, и которые часто порождаются нашим образом жизни, и вируса, который действительно только появился, и который можно получить, не будучи ни в чем виноватым, условно говоря. Вы знаете, наверное, просто вот та информация, что вот наша ситуация приобретает, в общем, масштабы пандемии, а пандемия, то есть это когда... Эпидемия, это ведь, если возникает ситуация в районах какого-то масштаба, то есть определенного региона, когда она уже выходит за определенный регион, вот сейчас более 150 стран практически уже у нас столкнулись с данной проблемой, то есть, конечно, когда речь зашла о пандемии, пандемия — это страх, что это вот популяция вся наша пострадает практически, и страх погибнуть, то есть, конечно, и зная вот этот опыт, эти пандемии, с которыми столкнулось человечество, в огромных масштабах были потерь. Конечно, конечно, но в любом случае ситуацию нужно выявлять, контролировать. Выявлять... Самое главное, чтобы контролировать процесс, нужно выявить источник заражения. Прежде всего, источник, вот что, может быть, своевременно не было сделано. Вот мы видим сейчас в Италии тяжелейшая ситуация, конечно. Вот источник, потому что источником, если является больной человек в течение недели, если он у нас неизолирован, он может заразить тысячу человек, даже больше. Ну, источник в Италии нашли. Просто они сначала легкомысленно отнеслись к этому процессу, и сказали, что все равно, тут это все ерунда, это как насморк, там все пройдет. Вы знаете, ведь люди говорят, что это похоже на какой-то вирус гриппа, какие-то респираторные, они уже протекают у нас зачастую в респираторной инфекции в легкой форме. То есть легкий насморк, першение, и также может и коронавирусная инфекция протекать. Но все равно не нужно снимать со счетов вот именно важность этой темы. И, конечно, не нужно здесь и в панику вдаваться, но и обезразличить как бы эту проблему. Действительно, на сегодняшний момент, чтобы решить это, нужно все ресурсы, все силы сложить в кулак, и, конечно, не без нашего участия, прежде всего. Ну, в мировом масштабе этим занимаются, просто какие-то беспрецедентные ресурсы, брошенные на решение этой проблемы. Все страны в жестком карантине, несмотря на огромные экономические потери, и даже Россия, что меня удивило, потому что они же очень похожи на нас. Конечно. Да, они должны были, по идее, так легкомысленно к этому отнестись. Ну, может быть, меры где-то приняты, может, для нас кажется беспрецедентным, может быть, лишними, но действительно, в такой ситуации, к которой мы не были готовы, тут нужно время, чтобы выждать, обдумать, что мы можем сделать еще. Может быть, чтобы эту цепочку контактов, именно возможности распространения вируса, то есть вот именно прекратить распространение реально, чтобы у нас не было больших потерь в итоге. Вы правы, каждый день умирает больше 180 тысяч человек на Земле от разных заболеваний. Это сердечно-сосудистые, мы уже про ВИЧ забываем, то есть порядка 40 миллионов ушло. С тех пор от СПИДа, вот с 1981 года, с момента обнаружения вот этой инфекции, уходит на задний план. Но здесь что-то новое, неизвестное, мы столкнулись впервые, мы не знаем, что делать, и давно у нас не было таких ситуаций. Психологически больше фактор, да? То есть к СПИДу уже произошло превратание. То есть здесь, конечно, разные люди по-разному реагируют, но вы понимаете, что в условиях паники, то есть решения принятые, они могут привести к хаосу просто, совершенно безответственному поведению и неадекватным решениям. Поэтому здесь надо трезво оценивать ситуацию, то есть реалистично относиться, но понять, что мы должны делать в данной ситуации, что зависит от нас. То есть все-таки мы должны получать информацию объективную, то есть ее трезво оценивать, не фейковую информацию, то есть правильно фильтровать информацию, которая идет у нас сейчас отовсюду. Но ситуация реально требует внимания. Мы еще сами, конечно, не знаем, что будет дальше. Ну да, но паника. Все все время говорят, вот не надо паники, не надо паники, а я все время думаю о том, а как паника может повредить, бороться с коронавирусом. Если человек, допустим, когда происходит девальвация, если человек начинает паниковать, он начинает сливать одни деньги в другие или покупать ненужные ему телевизоры по пять штук, то есть действительно делает ерунду. Если человек паникует из-за болезни, он начинает 20 раз в день мыть руки. Разве это плохо? Ну я думаю, что паника это чрезмерная какая-то уже мера, то есть золотую середину нужно выбрать все же. Ведь почему-то мы покупаем ненужные вещи, хотя может быть стоит их купить в процессе, то, что нам необходимо, потому что в итоге вот эти запасы, вот о чем сейчас все говорят, вот запасы продуктов, круп и прочее, ведь это может привести в условиях там изоляции, самоизоляции только к избыточному весу, это без больших запасов происходит. Неплохое время для того, что может переосмыслить жизнь свою, отношение к своим близким, может быть реализовать себя в том, в чем мы раньше реализовывали, прочесть хорошую книгу. Поэтому, конечно же, но разные люди, мы понимаем, что все реагируют по-разному. Все-таки благодаря тем людям, которые мыслят здраво, не устраивают панику, то есть какое-то крайнее поведение. Ну вот, то есть я думаю, что все будет хорошо. Ну, я тоже думаю, что все будет хорошо, но мы на этом не заканчиваем. Нет, конечно же. Да. Сейчас у нас сезон, в общем-то, заболеваний ОРВИ и ОРЗ, вот этих вот, то есть вирусных. Обычно каждый год в это время происходит всплеск. Какая-то, видимо, погода, что-то в атмосфере способствует их размножению и хорошему самочувствию вот этих организмов, про которые вы говорите. Есть надежда, что летом изменится погода, изменится температура, воздуха, влажность. И это может пойти на спад просто естественным путем, потому что вакцину обещают только в следующем году. Хотя уже вакцина тестируется, уже началась тестироваться на добровольцах, конечно. То есть тут нужно управлять сейчас процессом. Конечно, мы надеемся, что улучшение погоды, все-таки нормализация настроений среди населения, позволит все-таки. Ситуация может по двум путям развиваться, либо уже в тупик зайти, или, конечно, вирус может просто циркулировать, как сезонный вирус в итоге среди других респираторных вирусов. Мы каждый год видим подъем, то есть, конечно, ослабление защитных сил, гиповитаминозы. Может быть, вот погода у нас такая, конечно, не совсем устойчивая, конечно, способствует развитию респираторных инфекций. Но есть вирусные, есть просто респираторные инфекции. Не все они вызываются вирусами, то есть, они могут вызываться и собственными микроорганизмами, которые в условиях определенных не вызывают никаких симптомов. А вот вы сказали, что может в тупиковую ситуацию, ситуация в тупик зайти. То есть, ослаб, ну не то, что, может быть, неправильно я выразилась, то есть, в тупик, ну просто вот будет ослабевать его вирулентность, и он просто это все сойдет на нет, скажем так. И второй сценарий, что он просто будет как обычный вирус. Как обычный вирус, присоединится к своим собратьям и будет циркулировать, будет наработан приобретенный иммунитет, я думаю, что будет проводиться вакцинация эффективная, и мы получим. А вот кроме того, что он новый, хороший результат. Он чем-то более опасен, чем те, которые были раньше, которые мы привыкли? Вы знаете, есть более опасные, это вирусы Эбола, геморрагической лихорадки. В плане, если опасности, вирулентность, он не такой. Вирулентный, опасный. В отношении вируса, даже свиного гриппа, который уже циркулирует, как обычный штамм, включен в вакцинные препараты. А как объяснить тот факт, что анализ статистики, которые дают страны по заболеваемости, показывает очень разную и очень большую разбежку по смертности случаев. То есть, если анализ статистики не то, что там количество смертей от общего количества заболевших, а анализ статистики по закрытым случаям. Закрытый случай, это когда человек покинул карантин или на своих ногах, или вперед ногами. Вот. И, значит, в китайском случае среди покинувших карантин смертность не превысила 4%, а в Италии сегодня среди покинувших карантин смертность порядка 40%. Франция среди покинувших карантин показывает 20%. Германия с одной из лучших систем... Я бы поправила. Летальность и смертность это два понятия немножко разных. А в чем разница? Летальность, показатель высчитывается это соотношение числа умерших от данного заболевания в отношении числа заболевших данным заболеванием. А смертность это число умерших в соотношении к числу общей популяции населения в данном регионе. Поэтому, естественно, летальность, то есть эти показатели отличаются. Летальность может варьировать. Число заболевших не имеется. Потому что все зависит еще от тестирования, от объемов тестирования, выявления заболеваний. Я думаю, что это... Италия, во-первых, страна небольшая, очень много пожилого населения. Конечно, там больше пострадало пожилое население, у них развелись тяжелейшие заболевания в виде пневмонии. Поэтому, конечно, там высокая летальность, то есть до 20% вы абсолютно правы. И последние данные вновь 750 человек зашлое жизни. Это, конечно, для каждой семьи и для страны это огромная трагедия. Это как чума Средневековья. Масштабы, да. Это как чума Средневековья, огромная пластиция. Конечно, к счастью, у нас в Беларуси, но по последним данным, нет ни одного умершего. То есть вот пневмонии. Хотя заболевших, по последним данным, 89 человек. Группы контакта наблюдаются, то есть группы первого, второго контакта. Все находятся под наблюдением. Ну, известно, что вот в Житковичах женщина была госпитализирована с пневмонией. Сегодня же? И введена в туберкулезную больницу. Да, да, да. Ну, она, насколько известно, скрывала о своем прибытии, о своих контактах. То есть она в течение недели, в общем-то... Она ниоткуда не пребывала, она ни с кем не общалась. Ни с кем не общалась, но, может быть, тогда не совсем достоверные источники, хотя вроде бы и прибыла из Германии. Нет, нет, это уже в слухе. Все-таки те, кто владеют информацией и управляют информацией, они могут ей манипулировать. Это естественно. Опять же, можно манипулировать помимо воли. Если, как вы говорите, например, все зависит от уровня тестирования, и все такое. В Беларусь в десятки стран мира по количеству проведенных тестов. И очень-очень внизу по количеству выявленных заражений. То есть очень мало для такого количества тестов. В сравнении с соседями даже странами, в сравнении с европейскими странами, как бы немного и вроде бы как бы спокойно. Как можно объяснить такую уникальную ситуацию в нашей стране? Что у нас такого хорошего, что нас ничего не берет? Я думаю, что первое, что мы очень позитивные, трудолюбивые, но если так немножко отойти. В любом случае, в нашем окружении, по крайней мере, в близком не слышно, чтобы были зарегистрированы случаи. То есть в основном все случаи сконцентрированы город Минск, очень много прибывших из-за рубежа. То есть сейчас мы тоже, правительство, заботится о том, чтобы доставить наших отдыхающих, сограждан, то есть из-за рубежа. Все случаи практически привозные. Поэтому в любом случае известно об открытии лаборатории в Могилеве, куда будет доставляться уже биоматериал из Могилева, из Витебска. Пока он доставлялся только в Минск. Поэтому, наверное, тоже пока не совсем мы можем иметь достоверную информацию о реальной картине. В широком смысле, наверное, сейчас ее еще не то в мире не имеет достоверной полностью информации. Конечно, конечно. Я думаю, что и разбежка, опять же, такая по статистике летальности и заражения, она тем еще объясняется, что все страны по-разному подходят к вопросу исследований. Конечно, конечно. У нас, насколько известно, точечный подход. То есть, если человек заболел, у него появились симптомы, симптомы такие общевоспалительные, скажем так, высокая лихорадка, то есть кашель. Но если кашель сопутствует ему затрудненное дыхание, вот уже в отношении этого пациента, конечно, идет более детальный анализ, разбор, выявление и наблюдение, лечение, соответственно. Но не все дают положительные результаты на коронавирус. Инфекция. Ну, конечно. Поэтому точечно, то есть, может быть, все-таки в отношении при появлении только симптомов заболевания. В какой момент человеку надо обратиться к врачу и как глубоко надо этому врачу верить? Сегодня у нас заболела сотрудница, у нее температура 38, ей никто теста не проводил, хотя вроде бы есть показания, но сказали, что это, скорее всего, бронхит. На дому тестирование, к сожалению, не проводится, но все равно в любом случае, на что нужно обратить внимание? Конечно, если у вас поднялась высокая температура, если у вас появился сухой кашель, одышка, если как-то протекает нетипичная ситуация, не характерна для вас ранее, может быть, вы прибыли из неблагополучного региона, или, возможно, где-то даже был контакт. Конечно, в таких ситуациях оставаться дома не нужно. То есть, конечно, вызывать врача, но вопрос госпитализации уже примет врач. Все-таки, коллег, что бы ни говорили, я всегда, конечно, поддерживаю коллег, и сейчас те, кто особенно на передовой работают, мы должны им пожелать и здоровья, и терпения. Тоже очень сложно в данной ситуации принимать решения, и тоже находятся они тоже в неведении, вот, до конца непонятно, что делать. Не нужно относиться к каждой респираторной инфекции, вот сразу думать, что это коронавирус. Да, выявить непросто, то есть, в отношении уже при подозрении, при явлении симптомов одышки, конечно, уже врач примет решение и дальше необходимую диагностику либо госпитализацию. Большая часть протекает в легкой форме, у детей вообще может быть симптомно протекать. У детей и молодых вообще людей может быть. Вообще, если вы приболели по чувствуне недомогания, лучше остаться дома. Всегда работодатель пойдет навстречу и дает два дня для того, чтобы отдохнуть, набраться сил. Ну да. Вот, ведь может протекать он и в легкой форме, легкий насморк, першень, небольшой кашель. Карантин такой тотальный, как вводится, ну не будем говорить про Италию, там понятно, там очень тяжелая ситуация. В Украине на душу, на общее процентном соотношении количества населения заболевших вроде бы даже меньше, чем у нас, но карантина не ввели. Насколько это оправдано? То есть они... В Украине? Ну да, в Киеве. Общественный транспорт даже не ходит уже. Вот, там так. Метро закрыто. Такси не ходят, как у Высоцкого. Метро закрыто, такси не ходят. Вот, ну там очень... Там везде отменили чемпионаты по футболу, спортивные, массовые мероприятия. Мне лично многие вещи кажутся перегибом. Немножко абсурдными, да я с Вами соглашусь. Но я сомневаюсь, насколько я... Я вообще очень самоуверенный человек, но я сомневаюсь, насколько я компетентен обвинять весь мир в абсурдности. Нет, абсурдности. Нет, весь мир я ни в коем случае не берусь обсуждать в абсурдности. То есть каждое государство принимает собственное решение. То есть ведь так, как будет развиваться ситуация, все ведь зависит от того, еще какая система здравоохранения, какие есть у нее возможности этой системы здравоохранения. Конечно, ситуация от погоды тоже зависит. Поэтому, может быть, они и так расценили свою ситуацию. Ведь самое опасное, это когда ситуация станет неуправляемой и слишком много будет заболевших, с тяжелыми пневмониями. Ведь именно отсутствие аппаратов ИВЛ, то есть действительно может наступить коллапс медицины, системы здравоохранения. Я с Вами в этом плане солидарна. Может быть, вот это самое страшное. У нас, конечно, вроде достаточно аппаратов ИВЛ. У нас как в Англии. Да, то есть у нас... В Англии 2000, у нас 2000. Достаточно уровень. Да, и кое-как и аппаратов хватает. В Украине или на Украине, как правильно говорить. В Украине. То есть здесь, в Украине. Я думаю, что сложнее, конечно, эти вопросы решить. Поэтому, может быть, решение вот из этих соображений принято. Хотя, опять же, мы видим в общественном транспорте, мы видим тоже скопление людей или попытка там изолировать, попытка по несколько человек перевозить людей. Это вызывает тоже панику. Люди боятся. Люди боятся. Люди свойственно боятся. Это вообще человеку свойственно. Вот эти эпидемии, они случаются и проходят и все время как бы оставляют все равно весь какой-то след. В массовом сознании, в истории здравоохранения, развития здравоохранения, вот что может, какие уроки сможет извлечь Беларусь из этого всего, когда это все закончится? Или об этом еще спрашивать рано, потому что у нас еще почти ничего не было? Ну, знаете, мы будем надеяться, что все-таки улучшение погодных условий и все-таки те меры, которые принимаются у нас в государстве, те меры, которые будем применимать мы с вами, слушая рекомендации, то есть представители медицины, ВОЗ и нашего Министерства здравоохранения, думаю, позволят все-таки ситуацию сделать управляемой, контролируемой и получить хороший результат. Вот. Но я хочу сказать, что в любом случае мы не должны забывать о своих близких, знать, что в группе риска у нас пожилые люди, которых нужно оградить, защитить, помочь всячески, меньше контактировать, выходить на улицу, то есть помочь им создать удобные, комфортные бытовые условия. Ну, конечно, какие выводы? Естественно, это оставляет след, это всегда урон. Во-первых, уходят люди из жизни. Для каждой семьи, кто потерял близкого, это огромная трагедия, невосполнима. И когда пожилые люди, ведь они подарили нам жизнь, нам нужно помочь им продлить жизнь, это очень больно. Экономике наносится урон. Но я думаю, что нужно прежде всего научиться вот именно дорожить тем, что у тебя есть, все-таки возможностью жить, то есть нужно помогать друг другу, нужно делать все, чтобы вот такие ситуации не выходили из-под контроля. Сейчас, конечно, даются рекомендации, вроде звучат они банально, вот будьте здоровы, вот всегда звучит банально, но это пожелание самое лучшее. Для того, чтобы быть здоровым, нужно вести здоровый образ жизни, прежде всего. Заботиться о здоровье не только в период эпидемии, пандемии, а всегда. Начинайте с себя, с хорошего настроения, активного отдыха. Вот сейчас, конечно, нужно, рекомендуется, пять золотых правил, то есть мыть ее рук. Раз. Но мыть руки не нужно десредствами бесконечно, то есть мыть ее рук с мылом на бытовом уровне. Если у вас есть больной в семье, или вы ухаживаете за больным человеком, тогда десредства. Абсолютно любые можете использовать, но не нужно использовать бесконечного бытового уровня. Но это нужно было делать и делать, и всегда. Конечно, нужно, поскольку вирус передается больше всего при тесном контакте, чихании, может при кашле передаваться, нужно закрывать органы дыхания, то есть платком или тем же правилом локтя, чего чаще, чаще мы не этим. Конечно, нужно соблюдать дистанцию. Рекомендована дистанция даже до двух метров. Вот, конечно, если хочется погулять, мы можем погулять в парке, здесь есть возможность разобщения. Конечно, изолировать, обеспечить изоляцию именно людям, заболевшим, то есть не нужно выходить на улицу без особой надобности. Конечно, использовать средства защиты, ту же маску. Не нужно здоровому человеку использовать маску, но если вы заболели, защитите себя от окружающих. И дома, и на улице, если очень нужно. Чисто практический вопрос. До средства. ВОЗ пишет и говорит о том, что только на спиртовой основе эффективны. На водной основе неэффективны. В Беларуси продаются по рецептам. По рецептам? Да, вроде бы да. Можно ли заменить водкой, как некоторые говорят, или спиртом? Если очень хочется, можно. Но все равно на бытовом уровне, я говорю, что на бытовом уровне достаточно обычного мыла. Мытье обычным мылом. А вот это то, что люди поверхности протирают, в подъезде ДВСД протирают. Даже у меня сегодня в доме в подъезде я увидел, что пустые бутылки из-под каких-то средств кто-то оставил, потому что протирал подъезд. Причем там никто не заболел у вас в подъезде, там нет? Нет, если не заболел, я в зноу. В группа риска и контактных. Я пока только про чужие подъезды знаю. Это делают жильцы? Да, это делают жильцы, да. Ну, может быть, иногда, да, для собственной безопасности. То есть для успокоения. Какое-то внутреннее успокоение. Это точно так же, когда говорят, вот аксалиновая мазь, та же звездочка, которая канула в лето, может спасти ситуацию, но если она дает уверенности в том, что таким образом это позволит защитить себя. Звездочка не канула в лето. Сейчас по интернету гуляет шутка, что это в мире есть эффективное средство против коронавируса. Звездочка, вот эта баночка, только никто не может ее открыть. Ну, у нее же такая... Жена из нее невозможно. У нее же такая проблема. Ее все время трудно открывать. проверенные средства, которые мы использовали, когда-то давно работают и до сих пор. Я бы, наверное, все равно не отодвигала на задний план. Если человек верит, почему бы и нет? Вреда это не причинит. Однозначно. Будем надеяться. Если немножко вот так вот вкратце попробовать резюмировать то, о чем мы говорим, у нас получается такая картина. В принципе, как бы, да, есть вопрос в том, что вирус новый. Это, безусловно, порождает тревогу и панику. Значит, потому что о нем ничего не известно, ничего нет, вакцины. Ситуация может развиваться двумя способами. Она может либо зайти в тупик, когда вирус сам начинает умирать, либо... Либо он присоединится, да. Другим собратьям и другим вирусом. Своим собратьям. Ослабив свою вирулентность. Общее режиме такое, что надо просто этот момент пережить и все? Я думаю, да, общими усилиями. Конечно, все системы прилагают все возможные усилия для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Конечно, наблюдают, выявляют заболевших, наблюдают контактных. Меры дезинфекции, санитарно-эпидемиологические меры принимаются. Но мы, в свою очередь, должны тоже соблюсти меры, которые нам предлагаются. Я думаю, что мы добьемся, будем ждать сильных новостей о том, что все-таки ситуация... Мы их ждем больше всех. Ситуация все-таки складывается благополучно для всех, что все-таки мы не получим таких пандемий, которые потрясали в 19-е столетие и другие годы. Италию или Испанию. Но у нас все-таки немножко, наверное... Конечно, прогноз сложно давать, согласитесь. То есть мы никогда не можем с вами видеть наперед и предусмотреть ситуацию. Но, наверное, просто пока действовать необходимым указанием, условием, беречь друг друга. Но у нас все-таки немножко другая ситуация, чем в европейской стране. У нас намного меньше плотность населения, во-первых, один из важных факторов во-вторых, мы намного менее мобильны, потому что в Италии и в европейских странах люди летают из города в город просто на такие расстояния. Настолько повседневное это перемещение. То есть мы здесь немножко, как, опять же, если эти жидко-вечи вспоминать, мы тут здесь немножко лесные люди. Мы такие очень... Люди на болоте. Да, да, да. То есть мы каждый немножко в своем коконе варимся, поэтому, может быть, у нас все так и спокойнее. Но все же... А вот, может быть, есть ли такая... Давайте уже, если успокаиваться, тогда успокаиваться до конца. Вот уже вообще так, чтобы вот спать спокойно. Есть ли такая... Вот если вообразить ситуацию, что вирус здесь, он есть, и где-то он, допустим, гуляет достаточно неподконтрольно, не потому, что там власти плохо что-то делают или хорошо, а просто потому, что очень многие люди его переносят, как обычный сезонный насморк и не обращают внимания. Может быть такое, что потом это как-то выстрелит и во всем мире пойдет на спад, потому что везде был жесткий карантин. А у нас начнет расти, потому что у нас не было жесткого карантина. Конечно, сложно. Непростой вопрос. Ну, это скорее на воображение. Непростой вопрос на воображение, но будем делать все для того, чтобы он не выстрелил. Все-таки соблюдать сейчас меры гигиены, безопасности, дистанции. Заболевшим будем рекомендовать оставаться дома, то есть пока симптомы простуды не уйдут, инфекции. Ну, я думаю, что защищать органы дыхания. Ведь заразиться можно только если биологические жидкости, то есть больного, попадает на слизистые другого человека. А уже от восприимчивости, от иммунного статуса. И зависит от того, разовьется болезнь или нет. То есть давайте все-таки не позволять. Давайте пожелаем белорусам, всем и самим себе быть максимально ответственными. Если мы сейчас живем спокойно, значит, надо это дело сохранить всего лишь полгода, находясь на расстоянии не менее двух метров друг от друга. И так победим. В любом случае мы должны быть оптимистами при любом раскладе событий. Ведь мы не всегда можем повлиять на ситуацию. Может быть, изменить немножко отношение к этой ситуации. Это позволит нам все-таки выстоять в непростых временах и получить хороший результат. Вот вы вначале говорили, когда рассказывали про вирусы, о том, что они бывают. Вирусы человека, вирусы животного. Есть те, которые от животных передаются человеку. Мы помним прекрасно птичий грипп и свиной грипп. Они вроде бы прошли, человек к ним адаптировался, да? Да, то есть выработался приобретенный иммунитет и есть вакцины. Во все вакцинные препараты существует 30 вакцинных препаратов практически. И вот среди них тоже вакцинный вакцин от гриппа включен уже материал, то есть вот вирусы H1N1. Да, да. Ну, поскольку у нас люди вот массово отказываются зачастую от прививок. Наверное, это отдельная тема вакцинации. Это отдельная. Ну, вот я бы хотел, чтобы вы сейчас по этому поводу сказали, потому что очень много сейчас звучит голосов, что вот в свете вот этих вот дел с коронавирусом просто антипрививичников надо вообще вне закона объявлять. Потому что... Вакцинация всегда была делом добровольным. Невозможно человека заставить. Но мы же не можем, вот к примеру, да, ребенка, который не умеет плавать, бросить в бассейн и просто стоять и наблюдать, как он пытается выплыть, просто не умея плавать и выжидать, что произойдет дальше. Точно так же, если он столкнется с вызовом, там, вот не дай бог, дифтерия или полимеолит или там столбнячная инфекция, он не привит, мы же не будем ждать, вот так выжидать, вот что произойдет. Авось, навось. Вот это вот навось. Или как бы чего не вышло. Поэтому вакцинация, ну, прежде всего, вот от смертоносных инфекций, вот полимеолит, дифтерия, вот, корь у нас была вспышка, надо помнить, к чему они могут приводить. То есть, конечно, там, может быть, не так часто встречаются осложнения от вакцины, да эти, в виде там подъема температуры каких-то местных реакций, хотя это считается осложнением, хотя реакция в виде температуры это формирование приобретенного иммунитета. То есть здесь однозначно позиция, то есть вот эти инфекции, вот них нужно прививать. От гриппа нужно прививать как минимум детей до 7 лет, детей неорганизованных. Потому что, может быть, человек заболеет гриппом, но он не получит осложнение в результате, то есть это профилактика осложнений, пневмонии, плевриты, атиты, оно может при потере слуха мы с этим сталкиваемся. Нужно об этом помнить. То есть, кажется, где-то кого-то коснулось, но не меня. Но если коснется меня, это уже будет поздно, но это коснется на все 200% семьи. Услышьте нас, пожалуйста, те родители, которые в интернете пишут о том, как надо отказываться от прививок. Представьте себе эпидемии вот эти в мировом масштабе, и что будет, если мы все начнем отказываться от прививок, от тех болезней, которые только прививками и победили. Конечно, ведь чем больше иммунная прослойка, тем меньше шансов, что будет всплеск данной инфекции вообще в обществе. Я, наверное, скажу еще такой момент, конечно, в отношении вакцинации против вирусных инфекций, да, очень много вот бывает сомнений, но сейчас, в связи с нынешней ситуацией, я думаю, что если будет создана вакцина, и уже этот опыт, может быть, заставит нас все-таки задуматься, может быть, лучше будет вакцинироваться, чем получить потом вот такую ситуацию, которая может привести к летальному исходу. Этот опыт многих заставит задуматься. Ну, конечно, опять же, дело добровольно, заставить мы не можем, но можно осознанно относиться в ответственных ситуациях. И вот просто, ну, я начал говорить про эти... Нет, ничего дороже человеческое здоровье, во-первых, человеческой жизни. Ну, конечно. Если на кону жизни ребенка, то это, наверное, особенно... Ну, да. Начал говорить про эти свиной грипп и птичьи грипп, мы перескочили так спонтанно на прививки, а вот просто тогда тоже была такая большая массовая в мировом масштабе паника, при том, что в Беларуси даже была она больше, чем сейчас, насколько я помню, мы тогда уже работали как бы с новостями и сейчас хватает, тоже постоянно вот присылают панические слухи. У нас в общежитии карантин, то есть каждый день все корреспонденты разосланы по всем общежитиям, потому что это всего... Отовсюду есть... Все время есть письма, что у нас забрали всех с коронавирусом, люди туда едут проверять, там, естественно, никого не забрали, а не карантин, а режим ограниченного посещения, что нормально. Ужасно. Да, и вот это вот... Фейковая основа информация, которая принимается за чистую воду. А тогда, я помню, даже приходили такие письма вроде, что в Мозере 120 случаев и город оцеплен войсками и на дорогах стоят бронетранспортеры. Тогда даже такое было. Но этого же не было. Этого не было, да. Это были вот такие... Такая была просто тоже паника. Это я к тому, потому что как бы мы пережили, вот пережили, получается, вот те всплески. Но какая-то память осталась. Многие пишут и говорят, что мы до сих пор так и не узнали, сколько у нас в Беларуси на самом деле людей этими болезнями переболело. Потому что вроде... Сколько летальных исходов до конца мы не знаем. Сколько смертей мы не знаем. Вы знаете, как раз вот в этом году находилась на курсах повышения квалификации в Минске. Так довелось. Да, я помню этот масочный режим. И в масках люди в метро и на кафедре. Очень была сложная обстановка, когда каждый звонок вызывал вот тревожность и нервозность со стороны преподавателей, потому что все волновались за жизнь своих близких. То есть ты не знал, что ты услышишь вот на другом конце провода. Какую информацию. Была непростая ситуация. Это уже крайне тревожная. Ну, вышли из этой ситуации. Только не знаем, с какими потерями. С какими потерями, конечно. Да. Мы можем только знать вот наше близкое окружение, что происходило вокруг нас. Тогда ВОЗ, Всемирная Ассоциация, Всемирная Организация Здравоохранения очень настойчиво рекомендовала использовать для лечения и борьбы с этими болезнями антивирусные препараты группы там, Томифлю, по-моему. А потом через пару лет очень жестко раскритиковали ученые многих стран. Что это обычно? Что это обычно? Да, ерунда, в общем-то. то есть можно ли тут случай расценивать, как свидетельство того, что не всегда надо вот верить в ВОЗ, а принимать можно решение на месте. Ну, видите, мы об этом узнали спустя какое-то время. А когда мы этого не знаем? Препарат был рецептурного отпуска, выстраивались очереди за получением этого препарата, и списки составлялись, и ожидания были препарата. Но хотя при приеме и получали хорошие результаты, может быть, это эффект плацебо, как говорится, эффект плацебо. Поэтому, вы знаете, сложно вот сказать, ВОЗ, конечно, наверное, вот авторитет снижается в таких ситуациях, когда мы получаем в итоге вот такую информацию, такой результат, что мы использовали препарат пустышка. Тарасили на него деньги. Огромные деньги. А кто-то деньги заработал. к сожалению, на этом зарабатываются тоже огромные деньги. Вот из наших. То есть за каждой такой историей может стоять еще и коммерческий интерес. Ну, хочу сказать, сейчас огромный рынок препаратов всевозможных. Тут нет в общем и целом. Вот Азельтамивер препарат, то есть прямого действия в отношении вируса гриппа, в остальных случаях. То есть уже раньше Ацикловир был на первом месте, Ремонтодин. Вот сейчас препараты интерферона, но это только помощь. Ну да. В любом случае на первых порах то есть идет ослабление выработки интерферона, пока организм сообразит, что ему нужно делать. То есть в этот период нужно помочь, особенно детскому организму. Ну, конечно, здесь нужно режим. Питье, проветривание, мыть ее рук. Правильное питание. Оценить свое самочувствие, принять верное решение. То есть или ты остаешься дома. Ограничиваешь контакты, общение со своими близкими. То есть лучше изолироваться в отдельной комнате, носить защитную маску. Ой, очень много всего. Очень много всего. Все-таки как-то проще, наверное. Я вот не могу не выразить, конечно, вам свой респект, уважение по ходу этого разговора. Вы такой настоящий прямо врач. Огромное спасибо. Которому просто можно приходить для того, чтобы и без лекарств иначе чувствовать себя лучше. Я как ни пытаюсь какую-то нащупать острую нить в этой теме, которая волнует всех, но у вас все так спокойно и разложено по полочкам, что ничего не получается. Остается только успокоиться. Огромное спасибо за доверие. Ну... Очень важно поддержать. Поддержать. Ведь порой не столько лекарство, сколько правильно подобранное слово становится и является лучшим лекарством. Ведь не всегда человек нуждается в огромном количестве лекарств. То есть он часто надумывает себе симптомы болезни, которые не существуют на самом деле. Поэтому главное, ну, уже согласитесь, ну, имея опыт определенный, наработанный, конечно, огромный, количество успешных было, результатов, есть доверие пациенту. Это самое главное. Поэтому спасибо и вам за доверие. Хотите ли что-нибудь сказать нашим зрителям для успокоения, в качестве совета, в качестве рекомендаций? Пожалуйста. Конечно, мне хотелось бы прежде всего, да, пожелать здоровья всем, кто присутствует в данной студии. Пожелать всем, кто находится на другой стороне экрана, слушателям, зрителям. Пожелать здоровья дорогим коллегам, всем, кто работает сейчас в системе здравоохранения, на передовой, кто каждый день, не только сейчас, борется за жизнь и здоровье людей. То есть им отдельное спасибо, терпение, здоровье. Мы окажем всяческую поддержку. Конечно, здоровья нашим родным, близким. Давайте побережем наших дорогих родителей в этой непростой ситуации. Они как никто нуждаются в нашей помощи. Может быть, мы за суетой, суетой, суетой бытия, мы не всегда можем уделить им должное внимание. Давайте хоть сейчас об этом позаботимся. Поэтому быть здоровым, это престижно, но работать над здоровьем нужно всегда. Ведь 10% всего лишь вклада в здоровье, это вклад в медицину. Дальше это здоровье создает человек сам, своими руками. Не только генетика, условия пребывания, но, в общем-то, это и настроение хорошее, позитивное. То есть это любимое занятие. Поэтому я желаю, будьте здоровы всегда, будьте счастливы, любимы. Берегите себя и своих близких. Дорогие друзья, сегодня мы попытались разобраться в том, что происходит в Беларуси и в мире с коронавирусом. Попытались сделать это в спокойной обстановке, в спокойном разговоре с квалифицированным человеком, а не в бесконечной волне информации, среди которой много фейков, много манипуляций, при том с разных сторон, а много просто некомпетентности. По моему личному мнению, я не врач, как и вы, по моему личному мнению, самое главное, что мы сегодня поняли, это две вещи. Первое, то, что касается коронавируса, об этом еще в мире никто еще толком ничего не знает, и все самые главные открытия еще впереди. Второе, это то, что на сегодняшний день главное и самое умное, что мы можем сделать, это соблюдать спокойствие, соблюдать гигиену, держаться друг от друга на расстоянии и верить, что мы переживем эту эпидемию, эту напасть точно так же, как пережили все предыдущие. Спасибо большое Аллу Николаевну за этот очень хороший разговор. Все-таки очень хочется руку пожать, но буду следовать вашим советам. Мы можем пожать. Я думаю, что мы с вами соблюдаем. Да, ну и в крайнем случае пойдем сейчас помоем. Спасибо, дорогие зрители, что были с нами. Следите за обновлениями нашего канала. Мы с вами были на проекте «Сильный разговор». Пока.